Исцелял 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 Со всегдашней невозмутимой кротостью Спросил Шлаттер Я только молюсь и верю Твердо знаю, что исцеление придет Впрочем, тут нет моей силы Когда Отец дает ее мне, я ее имею Когда Он не дает, я не буду ее иметь Господь податель всяческих Все зависит от Его даяний Взгляд на целителей С точки зрения христианского учения Ввиду всего вышеизложенного Нет возможности Отрицать факты мгновенного Или скорого исцеления От трудноизлечимых Или совсем неизлечимых болезней Причем Единственными исцеляющими средствами Является прикосновение Или слово А разумный анализ этих фактов Нам кажется, должен привести К таким выводам Что многие из них Не могут быть признаны чудесами Что они не дают оснований Для отрицания чудес вообще Усвоив издавна Некоторым событием название чудес Люди хотели этим показать Что эти события чудны Необычны Неестественны Естественные события Суть те, которые являются Необходимым следствием Предшествовавших им условий Мы можем не знать Как известный факт Связывается с происшедшими С произведшими его причинами И даже каковы эти причины Но мы твердо убеждены Что таковые причины существуют И потому называем факт естественным Мы смутно догадываемся О причинах Града Или Зодиакального света Но мы нисколько не сомневаемся Что эти причины могут быть найдены Необъяснимые явления Мы не называем чудесами Мы только ждем Их объяснения Но кроме явлений необъясненных Мы допускаем еще существование Явлений необъяснимых Таких, которые нельзя представить Как необходимое следствие Предшествовавших условий Этот круг явлений носит Ими чудес Допущение их возможности Опирается на веру В существование Творца И на веру в существование Свободы У созданных тварей В всемогущем Творце Мы видим Достаточную причину Для произведения чудес В свободе конечных тварей Побуждение для их совершения Конечно, разумные существа В своем выборе Склоняются и направо, и налево То есть на сторону добра И на сторону зла И раз они допускают зло Они оказываются Не в силах уничтожить Его собственными средствами Зло, раз явившись Разрастается само собою Как само собою Разрастается пламя пожара Как разрастается дурная трава И как сами собой И усиливаются эпидемии Наблюдая и на своем Собственном сердце И на общественных отношениях И на целой природе Как умножается и растет зло Человечество издавна верило Что это зло Несмотря на свою способность К саморазвитию и саморазмножению Бессильно в борьбе С божественным промыслом Одним из чрезвычайных орудий Этого промысла Человечество всегда считало чудеса Которые ослабляют И уничтожают зло Утверждают добро И ведут людей к добру Своей внешней стороны Чудеса крайне различны Одни из них крайне поражают Представляя собой Осуществление слов чудотворца Без всякого участия Посредствующих причин Таковы чудеса Господа Иисуса Христа Сотворение брения При исцелении слепорождено Понятно имело символическое А не терапевтическое значение В других чудесах Как бы участвует Естественный элемент Таково действие ветра При осушении черного моря Вследствие этого взора Человека Одни чудеса представляются Так сказать Более чудесными Другие менее чудесными А некоторые По своему внешнему виду Таковы, что человек Не видит различия между ними И естественными явлениями И готов их отнести К разряду последних Дело в том, что человек Плохо знает природу вещей И далеко не может определить Где лежит граница Отделяющая необъясненное От необъяснимого Вследствие этого Нередко фокус Принимался за чудо И чудо объявлялось фокусом Некоторые могут задуматься Над вопросом о том Почему проведение Оставляет людей Как бы в беспомощном состоянии Предоставляя им Собственными силами Решать Чудеса ли Дела совершаемые Теми или иными лицами Или нет Ответа на этот Ответ дан Девятнадцать веков Тому назад Человечеству Он дан в словах Святого Павла И если бы мы Или ангел с неба Стал благовестовать вам Не то что мы Благовествовали вам Да будет анафема Галатам 1.8 Важно не то что Совершает Шлаттер А чему он учит И какие бы Великие чудеса И знамения Он не совершил Но если он объявил Что он Христос То не за ним Нужно следовать А его нужно вести В больницу Ненадежна и неценна Та вера Которая возникает Вследствие того Что поражено Воображение Но цена Только Цена только Та вера Которая возникает В начавшем Очищать Сердце Человека Господь Иисус Христос Отказывал В знамении Просившем Знамения Чудеса Не действуют На ожесточенные Сердца Фараон Был раздражен И озлоблен Чудесами Моисея Но не убежден Ими Ахас Отказался Принять Знамение Которое Ему предлагал Пророк Исайя 7 глава О евреях В позднейшее Времени Авраам В притче Господа Засвидетельствовал Если Моисея Пророка Не слушает То если бы Кто из мертвых Воскрес Не поверят Насколько Неустойчиво И скоро Приходящее Впечатление Производимое На народ Чудесами Мы можем Видеть Из истории Святого Апостола Павла Павла И Варнави Исцелившим Хромово В Листре Жители Хотели Принести Жертву Как богам Те Убедили Их Не делать Этого И Немного Погодя Мы видим Те же Жители Побили Павла Камнями И вытащили За город Почитая Его Умершим Если Чудеса Не обращают Сердца Ожесточенные Сердца Ожесточенные То наоборот Сердца Начавшие Смягчаться Ищут Евангельской Правды А не чудес Успех Успех Проповеди Святого Апостола Павла Зависел Не от Чудес На того Что в Его проповеди Открывались Явления Духа И силы Сверхъестественные Дела Являются Так сказать Естественным Признаком Святости Марк 16-17 Они Открывают Что ход Мировой Жизни Может идти И не по тому Пути По которому Идет Ныне И может Управлять Все более Совершенными Законами Чем те Которыми Управляется Теперь А они Утверждают Верующих В надежде Что некогда Явится Новое Небо И новая Земля И произойдет Совершенное Торжество Правды Но Писание Строго Заповедует Нам Чтобы мы Остерегались Доверять Внешней Поразительности События И чтобы Мы Не спешили Усваивать Признак Посланничества С неба Тем Кто Производит Эти События Иоанне И Амри Превратили Свои Жезлы В змей И однако Они Не были Посланниками Божиими Исход 7.11 2 Тимофей 3.8 На предыдущих Страницах Мы указали На несколько Лиц О которых Засвидетельствовано Что они Обладали Способности Исцелений Многие Однако Даже И в давно Прошедшее Время Усматривали В их Делах Не чудеса А результат Особого Полученного Ими Дара Или Точнее Присущей Им Способности Современная Современная Наука Если еще И не Выяснила Свойств Этой Способности И причин Исцелений То Во всяком Случае Установила Их Естественный Характер И нашла Правильный Метод Для их Исследования Современная Наука С несомненностью Установила Два Положения Первое Что дух Может иметь Очень сильное Влияние На тело Второе Что дух Одного Человека Может непосредственно И сильно Влиять На дух Другого Человека Разъясним Эти положения Мы знаем Что дух Влияет На тело Я решаю Поднять Палец На правой Руке И поднимаю Его Я не знаю Как это делается Но я знаю Что это делается По моей воле В обычных Случах Сфера влияния Духа На тело Имеет Довольно Определенные И далеко Не широкие Границы Только сокращение И расширение Поперечно Полосатых Мускулов Зависит От воли Человека Гладкие Мускулы Не подчиняются Нашей воле Отправление Желудка Усвоение Питательных Веществ Кровообращение Все это Происходит В нас Но независимо От нас У нас Есть мышцы Ушные На лбу Которые Не подчиняются Нашей воле Но у животных Находится В их Свободном Распоряжении При болезнях Сфера влияния Духа На тело Еще более Ограничивается Отмороженный Палец Не действует Пораженная Параличем Сторона Тела Остается Неподвижной Все болезненные Новообразования Нарывы Опухоли Находятся Совершенно Вне Нашей Власти Точно Так же Человек Не может Противодействовать Волею Разрушению Тканей И органов Происходящему В его Организме Все это В обычных Случаях Но Сфера Сила Влияния Духа На тело Может быть Значительно Увеличена Упражнением У некоторых Лиц Она постоянно Далеко Переходит Обычные Пределы А у некоторых Она переходит Эти пределы При каких Нибудь Исключительных Условиях Воля Человека Тогда Оказывается В состоянии И возбуждать И прекращать Некоторые Значительные Болезненные Процессы В теле И управлять В организме Тем Что обычно Ей не подчинено Во имя Каких-либо Оснований Паралитик Приходит К убеждению Что он Может Своей Больной Рукой Действовать Та же Как Здоровую И он Начинает Действовать Ею Сила Его Убежденной Воли Двигает Его Рукой Точно Та же Как Сила Той же Воли Поднимает Мой Палец Различие Здесь В размерах Влияние Воли Но Не В сущности Дела Мы Не Знаем Истинные Границы Влияния Духа На Тело Но Современная Медицина Хорошо Знает Что Обычные Границы Могут Быть Далеко Переступаемы Другой Другой Основной Факт Который Должен Быть Положен В основу Суждений Об Исцелениях Прикосновениям И Словом Состоит В том Что Дух Одного Человека Может Непосредственно Влиять На Дух Другого Свою Настроенность И Убежденность Человек Может Передавать Другому Без Слов Или Посредством Слов Самих Себе Не Заключающих Никакой Силы Отгадыватели Мысли Не Все Из Этих Отгадыватели Шарлатаны Их Тонкая Организация Отпечатлевает На Себе Наше Душевное Состояние Точно Та же Как На Фотографической Пластинке Отпечатываются Черты Нашего Лица И Они Говорят Нам То Что Мы Думаем Не Всякий Человек В Одинаковой Мере Способен Влиять Силой Своего Духа На Дух Другого Одни В этом Отношении Являются Очень Могущественными Другие Напротив Совершенно Бессильными Точно Та же Дух Не Всякого Человека Способен К Восприимчивости Или Порабощению Особенно Способны Подчиняться Люди Больные Страдающие Истерией На Этих Началах Утверждается Современная Гипнотерапия Лечение Внушением И Гипнотизмом Паралитика Убеждает Что Он Здоров И Это Убеждение Возвращает Ему Здоровье Во Многих Случаев Где Корень Болезни Кроется В Нервах Гипнотизм И Внушение С Успехом Могут Приходить На Помощь Кроме Взаимодействия Души И Тела И Влияние Духа Одного Человека На Дух Другого Должно Признать Ищи Влияние Духа Одного Человека На Тело Другого Основанием Для этого Признания Является Исцеление Детей Например Вышеприведенное Исцеление Гретрекса Шлаттера По сообщению Корреспондента Московских Ведомостей Дети Не могут Себесознательно Усвоить Убеждение Что Их болезнь Исцелится Но Принимая Во внимание Что Человек Живет Не только Сознательно Но и Бессознательно И Духовной Жизнью Можно Допустить Что И в таких Случаях Внушение Исцелителя Усвояется Бессознательно Духом Ребенка И Дух Его Бессознательно Исцеляет Тело Подобным же образом Можно Объяснять Исцеление В тех Случаях Когда Существуют Серьезные Сомнения В том Чтобы Исцеляемое Разделяло Убеждение И доверял Исцеляющему Подобное Нам Кажется Имело Место При Исцеление В Москве Отсекоза Господина Д Ссылка При этом Не нужно Забывать Что Простая Русская Женщина Имевшая Такое Значение В исцелении Отсекоза Господина Д Обладала Силой Веры И молитвы А эти Факторы Гораздо Более Значат Чем Одно Внушение Или Одно Доверие К Целителю Многие Медицинские Авторитеты В спорах По поводу Этого Исцеления С одним Московским Профессором Высказались Что без Допущения Чуда Без признания Благодатной Силы Божией В этом Исцелении Нет никакой Возможности Объяснить Его Естественным Путем Как Объяснить Те основные Факты Из которых Все эти Явления Выводятся Как Неизбежные Следствия Не скоро Конечно Эта темная Область Озарится Ярким Светом Но из Того Что она Темная Необъяснена Не следует Что она Необъяснима Психофизиологические Исследования Некоторые Аналогии В мире Физическом Уже В настоящее Время Дают нам Некоторый Материал Для таковых Объяснений В настоящее Время Некоторыми Мыслителями По вопросу О взаимоотношении Души и тела Развивается Учение Представляющее С собой Крайность Противоположную Материалистической Теории 60-х годов Тогда говорили Душа Есть Функция Тела Она Относится К телу Как Гармония Клири Разламывается Лира Исчезает И гармония Как Печень Производит Желочь И мочу Выделяют Почки Так И мозг Выделяет Мысль Без Фосфора Нет Мысли Теперь Говорят Тело Есть Функция Души Оно Создается Разумом Как Паутина Пауком По этой Теории Тело Есть Внешнее Выражение Внутренней Духовной Жизни Последнее Отражается В нем Как В зеркале Отражается Находящийся Перед ним Образ Тело Говорит О жизни Души Точно Та же Как Ртуть В термометре Говорит О температуре Окружающей Среды Значит Перестает Болеть Дух Перестает Болеть И тело Сила Воли Лепит Из тела Все Что Ей Угодно Как Рука Скульптора Лепит Все Что Ей Угодно Из Глины Эта Теория Представляет Собой Крайний Спиритуализм Между Крайним Спиритуализмом И материализмом Находится Теория Имеющая Для себя Несомненную Фактическую Основу Полного Параллелизма Душевных И телесных Сил По этой Теории Каждому Состоянии Духа Соответствует Определенное Состояние Тела И наоборот Каждое Изменение В душе Влечет За собой Изменение В состоянии Тела И изменение Состояния Тела Влечет За собой Изменение В душе Все происходящее В теле Доводится До сведения Души И на каждый Атом Тела Душа Может иметь Влияние Душа Может не Сознавать Впечатления Получаемых От тела И бессознательно Влияет На тело Как по только Что изложенной Теории Она бессознательно Создает Тело В семнадцатом Столетии Это незнание Душой И того Как она Действует На тело Подало Повод К развитию Учения Отрисающего Связь Души С телом То есть Про что Не знаешь Как делается Того Не делаешь Но и Материальные Атомы Бессознательно Притягивают И отталкивают Другие Атомы И связь Материей С материей Так же Мало Понятна Как и Связь Матери С духом Дело В том Что содержание Нашего Я Гораздо Обширнее Того Сколько Мы о себе Знаем Сфера Сознательных Явлений Душевной Жизни Несравненно Уже Всей Душевной Жизни Человека У нас Есть Бессознательное Мышление Процессы Которого Ускользают От нашего Внимания А Выводы Являются Как Внезапное Озарение У нас Есть Бессознательная Воля Проявление Которое Нас Поражает А Сущность Которая Остается От нас Скрытой Бессознательным Могущим Образом Воля Может Влиять На Тело И Поразительные Результаты Этого Влияния Представляются Чудесами Но Они Чудеса Лишь Постольку Поскольку Психология Не Изучала И Не Исследовала Душевных Сил Человека И Поскольку Физиология Не Определила Влияние Душевной Жизни На Физиологические Процессы Многие Однако Думают Что Усиленным Влиянием Духа На Тело И Взаимодействием Душ Нельзя Объяснить Всех Факторов Исцеления О которых Свидетельствует Прошедшее И О которых Говорят В настоящем Предполагает Что Некоторым Людям Присуща Особая Сила Которая А не воздействует На других И сообщает Другим Исцеление Впервые Это положение Высказал В прошедшем Столетии Мисмер В настоящее Время Ревностным Сторонником Теории Особой Силы Которой Усвоенной Ими Лучистой Нервной Силы Является Баретти Нужно Признать Что Эта Теория Хорошо Соглашается С Некоторыми Фактами Исцелений Сновка Смотри Помещенные В начале Этой главы Статьи Цель которых Была доказать В человеческом Организме Особой Называемой Животным Магнетизмом Силы Со свойствами Исцелительного Воздействия Магнетизера На Магнетизируемых Григорий Диченко Выше Мы Привели Свидетельство О Гретрексе И Шлаптере Что От них На Исцеляемых Как бы Исходила Успокаивающая Болеутоляющая И Исцеляющая Сила Больных Охватывал Жар У них Появилась Испарина И после этого Являлись Успокоение И выздоровление Кто знает Может быть В недалеком Будущем Наука Откроет Новую Физиологическую Силу Как она Теперь Работает Над Выяснением Свойств Новооткрытой Физической Силы В декабре Прошедшего Года Рентген Опубликовал Об Открытии Им Лучей Которые Делают Видимым Невидимое Исследование Ленара Либона И многих Второстепенных Ученых Расширили Это открытие Они Показали Что в природе Существует Какая-то Сила Обладающая Отчасти Свойствами Света Отчасти Электричества Но Не Тождественная Ни с Электричеством Ни с Светом Сила Действия Которые По-видимому Не могут Приостановить Никакие Преграды И физическое Физиологические Применения Которые Судя по всему Должны Быть Очень Разнообразными Лучи Рентгена Случайно Получили Терапевтическое Применение Оказалось Что они Обладают Свойством Оживлять Умер Обмерших Опыты С утопленными Мышами Выражение Что открыто Или открывается Новая сила Требует Некоторого Разъяснения Физика Признает Существование Лишь единой Силы Различными Проявлениями Или модификациями Которые Являются Магнетизм Тепло Электричество И новые Модификации Которые Обладающие Досели Еще Неизвестными Над Свойствами Нам Свойствами Могут Быть Открываемы Точно Так же Физиологические Силы Не должны Быть Разграничиваемые От сил Физических Электрическая Сила Ската Или Угря Являющаяся Следствием Метаморфоза У них Некоторых Мышц Есть Простая Физическая Сила То же Самое Должно Сказать О недавно Открытом Магнетизме И электричестве Некоторых Растений В лучистой Нервной Силе Если Она Действительно Присуща Некоторым Людям Так же Нет Нужды Видеть Что-то Особое Исключительное Чему Ничто Не Соответствует Физической Природе Может быть Эта сила Представляет Собой Нечто Подобное Электрической Если Электричество Успешно Излечивает Некоторые Болезни То Эта Сила Может Быть Исцеляет Несравненно Большее Их Число Извлеченное Сокращение Сокращение Из брошюры Глаголева Больной Целитель Издание 1896 Года Глава 14 Духовидение Духовица И видение Исторических Лиц Тень Умершего Графа Штакельберга Царственной Императрице Екатерины Второй Было Несколько Таинственных Случаев Записанных Современниками Сама Государыня Со своим Ясным Здравым И практическим Умом Конечно Не придавала Значения Таким Повествованиям И относилась К ним Крайне Скептифически Так Во время Пребывания Двора В царском Селе В 1767 Году Много Разговоров Возбудило Приключения Случившиеся С фрейлиной Императрицей Графиней Штакельберг Впоследствии Вышедшей Замуж За графа В.Г.Орлова Штакельберг Утром Во время Своего Туалета В присутствии Нескольких Молодых Подруг Вдруг Увидела В окне Лицо Своего Отца Который Находился В Риге И вот Молодая Графиня С радостью Бежит В сад И крифит Батюшка Приехал Он Подходил К окну Вместе С Штакельберг Побежали Видела Показалось Советую Однако Для любопытства Записать Это видение Через Несколько дней Получено Было Известие Из Риги О кончине Графа Штакельберга В тот Самый День И час Когда Он Явился Дочери Рассказы О Сведенбурге В Екатеринское Время В высшем Обществе С легкой Руки Масонов Сильно Интересовались Сношениями С духовным Миром Сочинения Сведенбурга Были Любимы Чтением Некоторых Из наших Вельмож Особенно Много Рассказывал Про Сведенбурга Граф Мусин Пушкин Наш Посланник При шведском Дворе Рассказ Его О том Как Сведенбург Узнал О пожаре Стокгольма В бытность Свою В Англии Произвел Большую Сенсацию В обществе Другой Его Рассказ О том Как Шведская Королева Луиза Улюрика Желая Убедиться В его Духоведении Спросила Сведенбурга Может ли Он Поговорить С недавно Умершим Ее Братом Принцем Ильгермом И спросить Его о том О чем У них Был разговор В последнем С ним Свидании Перед его Отъездом Из Стокгольма Сведенбург Ответил Что через Несколько Дней Он Ей Принесет Ответ И действительно В назначенный День Он Передал Ей Разговор Ее С принцем Со всеми Подробностями Место Времени Обстоятельств При Котором Он Происходил Изумленная Королева Так была поражена Ответом Свиденбурга Что в первый Момент Чуть не упала В обморок Только через Несколько минут Пришла в себя Призрак В древние Времена В плениевых Письмах Переведенных Мистером Льюисом Встречается Следующее место Плини Суру Сура Мне очень желательно Знать Ваше мнение О том Существует Ли В действительности Так называемые Призраки Имеющие Особенный Им Свойственный Образ И Некоторую Сверхъестественную Силу Или Они Суть Ничто иное Как порождение Нашей фантазии Разыгравшейся В минуту Страха Я Впрочем Расположен Верить В их Действительные Существования В Афинах Был очень Обширный И удобный Дом Имевший Дурную Славу И вредные Для здоровья Посреди Носи Там Слышался Странный Шум Напоминавший Отзвук Железа Если же К нему Внимательно Прислушивались То Он Обращался В очень Ясный Звук Цепей Сначала Доходившие Как бы Издалека А потом Все более И более Приближавшийся Вскоре Затем Обыкновенно Появлялся Призрак Изнуренного Старика С длинной Бородой И щетинистыми Волосами На руках И ногах У него Были Оковы И цепи И он Сильно Потрясал Ими Понятно Что жильцы От страха Проводили Все ночи Без сна Так что Наконец Дом Опустел Никто Не соглашался В нем Жить Однако Хозяин Решился Вывесить Объявление В надежде Что кто-нибудь Не слыхавший О репутации Дома Согласится Купить Его Или Нанять В это время Философ Афенорус Приехал В Афину И прочел Объявление Узнав Об условиях Наема Показавшихся Ему Подозрительными По своей Дешевизне Он Навел Самые Тщательные Справки Которые Впрочем Не только Не помешали Ему А скорее Побудили Его Нанять Дом Как только Наступил Вечер Он приказал Перенести Для себя Диван В переднюю Часть Дома И Приготовил На столе Свои Письменные Принадлежности Светильник И свои Записки Прислуги Он приказал Оставаться Во внутренних Покоях А сам Погрузился Всей душой В свое Сочинение Чтобы ум Оставаясь Праздным Не натолкнул Воображение На фантастические Образы О которых Он так много Слышал Сначала Царствовала Обычная Ночная Тишина Но Вскоре Послышался Звук Железа И Брецания Цепей Ну а Афенорус Ни разу Не оторвался От своего Дела Устремил На него Все свое Внимание Мешая Ушам Своим Слышать Но Погрузился Свои Занятия После Этого Фигура Начала Потрясать Цепями Над его Головой А он Все писал Посмотрев На нее Снова Он увидел Ее Делающий Все тот Ж знак Тогда Немедля Более Он взял Светильник И последовал За нею Фигура Двигалась Медленно Точно Изнемогая Под Тяжестью Цепей И повернув Во двор Прилегавший К дому Внезапно Исчезло Оставшись Один Философ Заметил Травой И прутьями То место Где фигура Исчезла На следующее Утро Он обратился К городскому Начальству И потребовал Чтобы указанное Им место Было разрыто Желание Его было Исполнено И там Нашлись Человеческие Кости Обвитые Приросшими К ним Цепями Кости Эти Были Собраны И похоронены На общественный Счет И с той Минуты Дух Успокойный Подобавящим Ему Погребением Своих Земных Останков Перестал Появляться Убедительно Прошу вас Приложить Вашу Глубокую Ученость К данному Вопросу По своему Серьезному Значению Он достойно Обратить Ваше Внимание Я же Считаю Себя Не Недостойным Воспользоваться Относительно Его Плодами Вашей Мудрости Явление Призрака Рыцаря В русском Архиве Печатался Очень Интересный Дневник В.А. Муханова В котором Рассказывается О явлении Призрака Случай Этот Произошел В одной Из западных Губерний В имении Некогда Принадлежавшем Князю Зубову С графом Сухтелен Женатым На графине Зубовой Племяннице Владельца Имения Однажды Граф Сухтелен Стоял Со своей Бригадой Недалеко От этого Поместья Куда Должен Был съездить По делам Службы На второй Или третий День Его приезда Он пожелал Чтобы ему Устроили В близком Расстоянии От дома Беседку Или павильон Где он Мог бы Находить Убежище От дневного Зноя Начали Работать И на другой День Управляющий Пришел Сказать Графу Сухтелену Что рано По утру На том месте Где строится Павильон Нашли Скелет Рыцаря Покрытого Боевыми Доспехами И броней Сняв Со скелета Все металлические Принадлежности Сухтелен Велел Положить Его В гроб И в присутствии Священника С молитвой Опустить В землю На кладбище Редактор субтитров Редактор субтитров